Вольтмаркет 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 Мне еще очень нравится то, что Абадон может спокойно стоять и сейвить Шедуфинда в миде в самом начале. Это очень приятно. Просто стоять как бы, ну даже пожертвовать, скажем так, экспой левелом. Ну да, там в Кайлайме захиливать Шедуфинда можно просто в Изи. Или там щиты раскидывает, ну тоже как бы все тут. Ну да, тут как бы все есть. Да, и котла берут у нас, котмаран. Ну то есть, вот даже не знаю. Пока, опять же, я от Катанран не особо понимаю, что они хотят в своем пике доказать. Ну, интересно, какой это будет Джиггернаут старый, типа китайский, с плюсами или еще более старый, с прокруткой, потому что это с прокруткой можно на самом деле делать. Здесь, мне кажется, просудка как раз зайдет намного лучше, чем со статами, ну то есть с 1-1-1 раскачкой, потому что прокрутка здесь мастхэв с Леоном и с котлом, который будет тебе по КД заливать ману. Ну да, тут как бы еще и заливка и монолик, и тут, ну, постоянно тут очень много станов и контролей, и прокрутка 4-го левела может очень сильно бить по лицу. Да, и банятся у нас от Ки-1 в Вайпер. Ну, я не, кстати, а, ну они, может быть, думают, что Вайпер пойдет в Сол Изи. Ну, кстати, как вариант, действительно, могло бы быть такое. И Бристлбэк банится от команды Cut'n'Run. Ну, мне кажется, Cut'n'Run нужно что-то, ой, прошу прощения, Ки-1 нужно что-то такое, типа... Контроля. Ну, либо контроль, либо... Ну, короче, Дарксир. Вот, я хочу Дарксира. На самом деле здесь... Здесь и Феникс хорошо зайдет очень. А тут даже Братрум неплохо заходит, если так думать. Ну, он в бане. Он в... А, точно, извиняюсь. Знаешь, Братрум... Здесь, на самом деле, много что... А у Ешны может неплохо зайти. Тот же Тимберсоу может очень, кстати, зайти. Может зайти, в принципе, даже Вивер, который с Абадоном на дабле может раскрашивать... Ну, раскрашивать и все. А, да, да. Не, конечно, тут Бристлбэк бы вообще идеальный был, но он в бане. Тут, конечно, был бы очень классный хардлейнер Братрум. Вообще, вот просто... Так Братрум или Бристлбэк? Потому что определись. А то у тебя то Братрум, то Бристлбэк. Тут и Братрум, и Бристлбэк, на самом деле. Вот мне очень нравятся вот эти вот два хардлейнера. Если бы они не были в бане, я бы определенно взял кого-нибудь из них. Потому что... Наверное, все-таки Бристлбэка. Потому что... Ну, тут смотри на тимфайт с Бристлбэком. Это вообще было бы что-то с чем-то. Ну, я бы, может быть, даже рисканул, сыграл бы с Абадоном Вивера. Потому что по читам, в принципе, можно даже очень нагло забегать под башню и драться там. Вот шторма они себе берут, судя по всему, на изи лейн. Потому что пойдут, наверное, в треплу харддой. В харддой. Да, мне тоже так кажется. А сейчас это кажется... Хотя, на самом деле, здесь, может быть, даже что-то с ССФом. Какие-то муткие, мутные. Ну, я думаю, что-что. ССФу, как мид, не стоит ущемлять, на самом деле. Да нет, но ССФ-ты и на Керри героя, как бы, отыгрываются довольно неплохо. Интересно, интересно, на самом деле. Пик в итоге получился. Очень классный. Если будет все круто реализовано, то... Тут, как бы, шансов никаких не будет. Тут... Тут есть все. И станы, и герои, наваливающиеся с руки, и контроли от Шторма, врывы. Что хочешь. Это очень классно. Мы говорим, что сейчас Кадран возьмут последним пиком. Не хватает им тоже Хардлейнера, судя по всему. Ну, либо, опять же, на кого-нибудь на Изи Лейн... Не сформил, ну, тяжело сейчас что-то такое придумать, что реально, может, будет вот это все гапшу пытаться убивать. Единственное... Не знаю, если только какой-нибудь Разор, который будет высасывать урон какого-нибудь Шиду Финда, может потом Шторм Спириту наваливать по жопке таким хлыстом своим. Там, который будет, там уже плюс 200 урона, там, будет не очень приятно, если будут очень грамотно Леон, конечно, контролить этого парня летающего. Ну, тут, на самом деле, очень мягкие герои сейчас, получается, у Каденран, и это может сыграть с ним злую шутку. Потому что Джиггернаут не будет качаться через плюсы, и он тоже будет очень мягкий. Ну, вот это да, и Шторм Спирит можно спокойно наваливать. Да, спокойно он может забирать тут и Леона, и Котла, и Лешака, какого угодно, короче. Если ему не помешать, и он вывезет какие-нибудь быстрые артефакты, ну, торчит, наверное, нужен все-таки. Так, это чисто контрпиком, если на Шторма. Мне просто даже интересно, я сам не знаю, чтобы я взял. Бессмастер в итоге берется у нас в команду Катенран. Ну, в принципе... Ну, вот не знаю, на самом деле, через что будет этот бессмастер играть. Если он будет играть через Некра, то ему надо очень быстро Некра собирать. Ну да, определенно, как бы... И здесь нужно додавлять бы команду К1 почти вот с самого начала стараться что-то с ней делать, потому что по-другому здесь будет выиграть очень тяжело. В Лейте, конечно, шансов у Катенран практически нет. Ну, Бист очень хорошо может контролить какого-нибудь Шторма или там СФа. Ну, да, в том-то и дело, что Бист, в принципе, неплох, если он... Ну, опять же, мне кажется, что нужно пытаться Катенран какую-то более быструю агрессию использовать, потому что... Ну да, согласен. Раскачанный СФ, раскачанный Гирокоптер, раскачанный Шторм Спирит будет в Лейте просто заниматься ваханалией какой-то и убивать всё, что будет на карте. Ну да ладно, посмотрим. Ну, за команду Дайер в этот раз играет у нас Катенран. О, кстати, интересно, они сейчас могут на Рошана зайти. Заходят на Рошана. Давайте посмотрим сначала, как убивают Рошана, а потом уже проанонсируем. Да, ну тут, в принципе, можно пока быстро проанонсировать. Ну да, в общем, Шванилиниум играет на Лишаке, Лайтс играет на Леоне, Токсит играет на Кипер оф Делайте, Агузик играет на Бистмастере и Берсерк играет на Джаггернауте. Кстати, очень классное решение сейчас от них. Это может реально дать им преимущество раннее. Ну, долго довольно они его забирают, но всё-таки не все тут герои. Ну да, не все тут герои для забора раннего Рошана. Ну, если можно попробовать сейчас забрать ещё Рунцу какую-нибудь. О, у тебя чё-то это микрофон. Осторожно, выруби. Чё у тебя там опять? Да, микрофон случайно наехал. А, ну так поосторожно, блин, я чуть не оглох. И думаю... О, ну в принципе, Рошана всё-таки в итоге забирают и... Айгис есть. Ну, чё-то... Айгис-то есть, по кому убрать его? А, пофиг кому, главное, что есть. Надо было мидеру, наверное, отдавать. Я бы отдал мидеру. Тут приятнее было бы всего мидеру отдать. Ну, с тобой соглашусь, но они все-таки, видишь, с Трепло Хардой пошли реально. Пошли, Пиджоу здесь будет очень неприятно стоять. Потому что все уже ребята второго левела от команды Cut'n'Run. И когда они тебя опережают по XP... Ой, ещё один такой неплохой подкоп. Здесь, тем временем, Берсерк. Ну, Берсерк и Мана, о, отлично, сейчас очень в уровень заливает. Здесь, скорее всего, может Ферзблат быть от команды Cut'n'Run. Да, так и есть, через крутилку забирает. Вот, Берсерк уже ничего не сделают, потому что ездят. Да, тем более, у неё Егис есть, господи. Он там ещё сможет и... Реснуться, если чё. Ну, вот так вот, Cut'n'Run. Решили они сыграть очень грязно в этой игре. Это может быть очень им в плюс. А Гуза, кстати, у нас в итоге на Вестмастере стал на мид. А Леширочок будет соло фармить топ-линию. И будет стоять он против... Герокоптеры и Шейкеры. На самом деле, он здесь их может обоих очень плотно гонять. Ну да, согласен. В принципе, чем он сейчас уже занимается. Пиджо просто по КД пытается только сюда высасывать ману. Ну, вот это, вот это, вот это интересно. Вот это мне нравится такое начало. На самом деле, немного непонятно, зачем Бисмастер стоит в миде. Тут, как бы, не особо может помешать ИСФу. И ИСФ сейчас очень много душ будет себе получать. Ну, ИСФ там в любом случае нафармит как ни крути. Ему, в принципе... Ой, тем временем я там пропустил фраг внизу. Суть, ну, Джаггернал там очередной фраг забирает. Только уже на шторм спирите. Ну да, вот так вот, конечно, Джаггерналд офидить это не приходит. Ну вот она, крутилочка пошла уже второго левела. Там просто по КД высасывают ману Каману Катанрану своего оппонента. Но Пиджо здесь, конечно, не нафармят себе такими вот темпами. Очень жестко гнобит ИСФ, на самом деле. Очень жестко гнобит Бисмастера. Ну, с другой стороны, ИСФ трансформится. Здесь, конечно, спору нет. Но тем временем Гирокоптер будет себя не очень приятно чувствовать на топе. Ну, Гирокоптер тот герой, который там купит себе доминатор и будет фармить лес. Ну, кстати, сейчас он отдастся, а и он умирает. Нет, очень вовремя. Нет, да ладно, не хватило вижены буквально чуть-чуть. Он сейчас, кстати, может он постоять, если он вылезет. Но он боится. Отходит. Правильно делает, потому что иначе он умер. Ой, хорошо, флаской отыграл. Да, очень вовремя прорезал. Но у него вообще ничего нет. Он сейчас фармить, по сути, не может. Если... Ну, Шашок сейчас отошел, если он сейчас подойдет, молния там какая-то... Шальная в него залетит, и это будет... Ну да, надо идти на базу уже, не это... Тянуть, особо с этим. Ну, Агузык че? Он имеет четвертый левел, в принципе, как ИСФ. Да, конечно, я понятил, что у него было изначальное преимущество. Но он тут обузе себе ботал, в принципе, и... Неплохо. Ну, ботинникам очень хорошо, но че-то СФ... Че-то Агузык зафедонил сейчас. Очень какие-то неграмотные мобы от него были. Да, какие-то кайлы такие поставился под многое. Кайлов он, и тут просто СФ какой-то вообще... Просто превращается в форм-машину, он сейчас очень много он получит. Да, так и есть. У него уже 19 на 10, это очень не очень круто для него. Тем временем тут у нас контр-вардит команда как-то ран внизу. Вот Пиджо просто безмана ПКД. О, смотри, просто подходил Леон высасывает, потом еще кидает с какой-нибудь манолик, еще подстанчик получает он там. Ну, то есть, команда Ки-1 на нижней линии находится без мана просто почти ПКД. Особенно Пиджо, который ремонантов поставить никаким образом не может. Там у Леона уже есть ботинок, он пойдет, наверное, сейчас на мид вместе с котлом. Задувки у котла, кстати, сейчас вообще нету, то есть дамажить он не сможет. Но тут, походу, будут пытаться через это... Через станчик забрать этого СФ. По-другому здесь никак. Да, надо выпускать душу, ему сейчас надо определенно. Да, но здесь он вряд ли что-то... Он толстый уже, у него много ХП. Ну да, у него ПТ-шик сейчас прилетел очень, кстати. Я Бузе тоже батлу себе, там тем временем у нас в лесу гоняют шейкеры. Шейкеры, но... Очень наглеет, на самом деле, СФ, он как-то нагло, на самом деле, довольно стоит. Да, и тут может, на самом деле, он подставить. У Агузка нету еще шестого левела. Ну, вот сейчас отлично Леон выходит, Хекс. Сейчас будет станчик буквально через секунду. Так и есть, Агузок. Ну, тут должны забирать. По-любому топоры вы откатятся буквально через секунду. И топоры... Да, это минус СФ. Ну, вот так вот, да. СФ загулял, почувствовал силу, думал, что все прекрасно. Тем временем, там герокоптер опять куча лещей получает от мишерака. Долго Леона не видел СФ, кстати, и не знаю, надо было осторожнее играть определенно. Ну да, там что котла, что СФа нету. Там они просто развлекаются в лесу, они сейчас будут этого СФа гонять, походу. Ну, вообще, на самом деле, СФ пока что единственное, что может помешать катан-ран просто задавить. Вот так вот, катан-ран, опять выходит на СФ, а сейчас будет Хекс. Отлично, Хекс очень вовремя. Сейчас нужно делать стан. Ой, очень вовремя фиссура. Агузок сейчас может получить огромного леща. Хекс, где стан? Господи, не вовремя лазить сейчас провязал станчик. Мог бы спасти своего медового героя. Вот он, видите, сейчас через 2 секунды будет дальний койл, и это будет килл. Ну, в случае, там вообще-то на таких храпалях достал. Ну да, ну достал. Вот Коттл, к сожалению, в тимфайте, по сути, ну, в драке сейчас ничего не может сделать. Там раскручивается Берсерк у нас внизу. Неудачно подборщили его крипы. Ну, у него, кстати, есть уже умни слэш, если что. Ну, он еще маленький левел, и... Как бы тут есть чем спастись от умни слэша. Тут есть Абадон с щитом 2-го левела. Ну да, есть у него койл, есть у него щит. Вот СФ офидит, это не очень здорово для команды. Ну да, СФ там, блин, просто сейчас очень-очень много голды, и он сейчас получает очень много статов, он получает, аквилл себе несет. И да, такой СФ, это реальная проблема. О, шейкер, шейкер сейчас можно пострять. Зажмут шейкера, скорее всего. Да, сейчас с топорами, скорее всего, кускай, он зацукал. Тут испугался, особенно, команда. Ой-ой-ой-ой, что делает СФ, ну это грязь. Не, ну так нельзя СФ, блин, развлекать. Да, надо Рор сейчас пытаться проюзать, каким-то образом. Тем временем, из Ахилева здесь уже Абадон подошел. Рор, Рор, Боже, да дай его! Не, Агусок просто уходит, и не стост за свой тиммейт, а на самом деле, ну это бред. Трипл килл для СФ, это вообще грязь. У него 36 душ на 6-й минуте, у него столько там, у него всего, это просто жесть. Шестая минута, ПТ, Аквил, полторы, 1100, Боттл еще, это, конечно, да, это не то, что, наверное, хочет команда Катан Ран сейчас. Ну, здесь на самом деле сейчас Джиггерналт внизу. Будет очень плотно разминать Пиджон, он просто с руки его сдобьет. Есть у него, в принципе, ой, да ладно, вот так вот еще и за этот Боттл. Ой, хорошо джукает, джукает хорошо. Значит, попробуй, нет, ну здесь уже смысла нету, Берсерк, надо уходить, ты что, куда идешь-то? Там крипы уже? Здесь крипы, кстати, у... Он просто сыграл, да, Шторм сейчас, и поэтому умер. И совсем покупает рецепт на Мекку. Ну, блин, у него там Ана Мекка появится уже буквально через чуть-чуть совсем. Ну, на самом деле, тут Мекка, не факт, что хорошо бы получилось. И получится. Ох, да. Наверное, может, и в дамаг бы. Ну, там, конечно, Рейш-шрачок тоже подфармливает, вроде, не очень плохо. Ведь нет, он герокоптер постоянно, герокоптера, кроме ботинка и стиков грыжных, больше ничего нет. Тем временем, опять пытается зайти Лайтс, но... Ну, тут его Шейкер зонит. Да, здесь Шейкер зонит, очень грамотно. Но Лайтс уже 4-левел очень давно, нужно пытаться Фингер все-таки себе каким-то образом наклепать. Потому что с Фингером, конечно, СФ можно разбирать. Ну, да, один СФ, конечно, плохо будет противостоять Лешаку с Джагером. Кто не спорит. А паузу ставится у нас от команды... Кей-1. Да. Да, но что-то мне вот этот вот СФ напрягает, на самом деле. Если я думал, что Катна Ран здесь реально есть... Намного большинство победы, потому что такие грамотные мувы сейчас делали, вроде, в начале игры. Но что-то сейчас мне не очень нравится, как они отыгрывают. Ну, там Пиджоу сейчас подцепить невозможно, только через Рор. Ну, видела команда Кей-1, что там вся, по сути, команда Кей-1 на ран уже внизу тусуется. Только через Рор. Либо через Хекс, очень грамотно захексит, либо Рор. Ну, тут... Сторма спугнули, конечно. Уже явно не выйдет. Хотя, может выйти. Очень выходит. Ну, кстати, не очень круто он сейчас выходит. Лайтс, Хекс, отлично, очень вовремя. Нужно станчик сейчас дать. Рор, что-нибудь дайте? Да ладно, ничего не дали. В итоге, что-то еще подходит Шейкер, отличная колбаса по двоим. Здесь Шванилиниум может умереть. Но у Шейкера нет маны. Вард очень вовремя, стоишь Шванилиниум. До сих пор еще живой. Рор в итоге заходит в Пиджоу, но нету... Ну, здесь... Как-то вот скиллы тратятся очень неграмотно, на самом деле. Да, как-то не по таймингу, на самом деле, все играется вообще. Там еще и СФ подходит. СФ, кстати, может сейчас получить за такой вот наглый заход. Пытается АТПшиться, и... Хекс очень вовремя подошел в Леон. Но в итоге хоть что-то забрали. Команда Катендаран долго у нас здесь ошивалась. Проезжала все, и забрала СФ, кстати, который был со стриком. И Бесмастер забирает все это. Голду. Да, там нормально голды получилось. Да, почти пятихаточка. И драка, конечно... Дальше продолжается просто... Идет до конца. Команда Катендаран начинает задувочка в лес. Там неплохо продамаживать. Тем временем, Пежоу отлетает. Пежоу очень мало ХП, юзается... У нас тут, тем временем, умирает Коттл. Умирает Шторм. И... Здесь еще умирает у нас Абадон. К гирокоптеру надо сейчас подходить. Ну... К гирокоптеру надо было сейчас подходить и сразу разводить... Ну, чтобы ТП делал СФ. Но там, на самом деле, кулдаун вроде неплохо заходил. Отрезал он Коттла. Коттл там быстро сдулся, но Коттл, по сути, пока ничего не имеет. Поэтому... Смерть Коттла в размен на троих-четверых, это очень даже неплохо для команды Катендаран. И вот в итоге она выходит... В плюс по голде. В плюсы по голде, получается, да. Там почти 2500, да и по XP тоже очень неплохо, около двух. Ну и... Счет-то вот теперь уже в их пользу. Не так-то все просто, оказывается. Не такие они и простые, эти команды Коттл. Ну, у Джаггера 5-1, у СФа 6-2. Ну, в принципе, одинаково отыгрывает и тот коргерой этот. То есть, реально, там Лайз походу что-то загулял. СФ, кстати, можно попробовать забрать, потому что есть Рор. Рор есть. Тем временем еще раскручивается Джаггернаут. Очень-очень больно, СФ быстро умирает. Швыделили, он там дерется с Шейкером. Шейкер тоже умирает. И здесь еще Бам тоже. Отправляется... Непонятно, как-то сейчас играют. И сейчас Рошана надо забирать идти. Да. Правда, ХП очень мало. Есть ли Вард? Вард, в принципе, есть, кстати, второго левела. Ну, и вставится, кстати, очень грамотная точка ставится Варда. И это вторая шанс. Не подходит за хил? Да, там Агуза просек фишку, что... Вот, 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 все, пошел за хил. Там на топе фармит Пиджоу, но один Пиджоу, конечно, сейчас будет тяжело что-то пытаться сделать. Там Геракуптер все в итоге пошел через ПТшечку и решил на Жирсе сыграть чуть побольше. Мне кажется, здесь ошибка покупки Мекки. Тут надо было покупать БКБ. ССФ? Да, много полезнее было бы здесь БКБ. Так, ну ССФ, кстати, опять могут выйти. ССФ очень играет дерзко. И реально сейчас вот могут подцепить Леон. Коттл, отлично. Узает задувочку. Здесь уже идет Бейтфюри. Хекс. Ой, на Фингер не хватает чуть-чуть маны. Ой, как хорошо, неплохо захилит. И здесь расходится ССФ. Берсерк держится до конца. Они, да ладно, не забрали его втроем, лол. Да, вот ТСФ. Нажми, я не нажал. Надо было ману насасывать, на самом деле, Леону. Либо не юзать стан. Нужно было их Фингер спускать просто сразу. Спустил бы Фингер, был бы килл. И не умер бы Джиггернаут. А вот что там, кому-то в итоге АИС-то достался, что, не Лениум? Или Шракоун, да. А, кстати, вот эти вот топовые ребята улетели на топ. И, на самом деле, это могла бы тоже быть ошибка от команд Катаран. Все время Рор юзает на Пиджоу. На Пиджоу здесь летает. Через Рору забирают электрического парня. Да. Ну, ошибка, мне кажется, Леона сейчас была. Не доиграли ребята. Да-да, СФ можно было забирать. СФ можно было забирать, да, изи причем. Реально изи. СФ тут летит, Рора нету. Ну, такой без... Кайлайм ему, южка. Ну, там Коттл неплохо задувает, еще Лешрак неплохо задувает. Да здесь бежит Леон на всех парах. Просто, значит, сейчас я захексую. Нет, вот игра взглянула с командой Катаран и правильно сделала. Герокоптер пытается уже выформить потихоньку. Герокоптер подфармливает. Так. Хекс нужно юзать. Хекс! Хекс! Хекс очень вовремя. Время, стан, стан. Нет, стан в итоге не юзается. И, о, Леон, боже, что ты делаешь? Леон умирает. Теперь надо задавать Пиджоу. Пиджоу, кстати, очень мало мана осталось. Он юзает. Блуд, как он там, не помню, называется. В те времена у нас Шванилиниум умирает. Но здесь надо команде Катаран уже уходить. Шванилиниум, очень-очень больно ему. Сдувает котел. Котел тоже у нас умирает. Шванилиниум, стан, он неплохой. По-баму, но... Агузок. Туглоу, он блочится у парня, на самом деле. Еще сюда команду класть. Тем временем. Берсерк очень... Не вовремя он здесь появился, на самом деле. Стан. Не попал ни по кому. Очень грамотно сейчас заджукала команда К1 этот стан. Отличный кулдаун заходит при Шраку. В итоге Ильишрак, скорее всего, отлетит. Да ладно, очень вовремя захиливает вард. Пиджоу... И никуда, получается, еще залетает Ахаслэм. Здесь уже СФ. СФ просто разбивает лицо Леону. Ну, короче... Догнали в итоге команду К1 своего оппонента. И... Неплохо наказали. Что у нас по графикам-то? Ну, по графикам, конечно, пока сейчас не особо видно. Какое-то изменение. Но все равно. Не очень понятно, зачем Джаггер покупает Мом, если у него нету статов. На самом деле, тоже непонятно. Джаггер наут Мом, это когда ты качаешься 1-1-1. Да, когда ты толстый. Самое то. И сейчас тут заберется еще и Коттл. Да, Коттл, скорее всего, сейчас тоже отлетит. Монолик нужно юзать. Не юзает он Монолик. Но если он, по-любому, уже умрет. Слишком поздно это провязал. Килинс-фри есть уже у гирокоптера, который, по сути... Ну, имеет только барабан с ПТшечкой. Но вот не нужно сейчас фидить команде Контентранда. Если она будет фидить, то это будет очень неприятно. Для них. А там команда К1 сейчас будет дальше-дальше идти. Если так все будет продолжаться в таком же русле. ПГО имеет ПОИНТ БУСТЕР. Ну, то есть, будет БЛУСТОНчик тоже выходить. Там, кстати, в ШРОКАП он БЛУСТОН уже есть. Да, 8 зарядов у него имеются. Но нужно стараться как-то теперь не ФИДОНить или ШРОКУ. А ГУЗОК 10-й левел. На самом деле, не очень хорошо. Был бы у него 11-й левел. Может, было бы у РОР как-то приятнее уже юзать. Ну да, было бы покруче РОР. Ну и здесь, конечно... Вот нельзя еще сейчас КОТОН РАН отпускать ГЕРОКОПТОРА. Потому что ГЕРОКОПТОР может все-таки свое вывести и показать, кто в доме хозяин. Это да. Ну, мне кажется, неграмотный выбор. Держгернаутом артефакт. Он может неприятно сейчас играть. Ну да, то есть иметь тысячу ХП. Если включить МОМ, это трикойло по лицу и ты готов. Да, там даже два пола нет. По ощущению, что будет, потому что там, конечно, очень большой урон будет по Берсерку походить. Подфармливает он немножечко. Сейчас будет опять, наверное, какая-то драка. ИСФ подходит. Фиссура отлично кладется. Закрывается там команда КАТНРА. Но ИСФ нужно уходить, потому что здесь его примут одного. Абаддон не очень хорошо сейчас пошел. Надо было, наоборот, двигаться вот по такой траектории. Тогда, возможно, было бы можно было сейчас всех убить. Леон на самом деле очень дерзко играет, мне нравится. И дисконнект у нас от Лешрака. Где Лешрак? Лешрак здесь не очень далеко, поэтому если будет сейчас драка, то Лешрак может сейчас свою лепту унести. Причем очень такую смачную. Урона у него очень много. 1300 ХП. Убить его довольно тяжело. Вот у Абаддона еще нету шестого. Он будет умирать очень быстро. Если он сейчас какого-нибудь крипа левого не заберется где-то вот в этой области. Хотя тут даже никого нету. Какое себе. Фармит ПГО потихонечку. Ну, вот... Блудстон, я не знаю, насколько сейчас это грамотный выбор для него. Хотя пожирнее бы, в принципе, побольше мана улетать. Это, да, было бы очень кстати для него. Ну да, тут надо подфармить, на самом деле, потихоньку как-то и один. Игра продолжается. Агузы, Кугузка, есть рор. Может попробовать уже как-то цепануть этого дерзкого парня, который идет просто до конца. Да, тем временем тут Агузка цепляет и он умирает. Ну вот, вот оно, что это такое. Тем временем, Лешрак заходит очень плохо сзади. Здесь захиливает Мега сейчас СФ. СФу нужно пытаться что-то сделать, но он на хосте убегает. Ой, палец спускает, но здесь этого не хватает. И тут кулдаун тоже неплохо заходит. Тем временем, Урор в итоге взаивается на Геррокоптера, но Геррокоптер здесь должен умирать. Здесь Омнислэш пошел от Жигернаута. Там очень битый, сейчас ходит отличный эхо-слэм от Шейкера. Но Шейкер здесь тоже умирает. Залетает ПиДжо. ПиДжо здесь тоже, скорее всего, умрет. И Агузка даже, скорее всего, не заберет, да. Здесь уже начала подведомить команда Ки-1. Ну, драка, конечно, в принципе, изначально должна была она выиграть, потому что очень быстро забрали Бистмастера, но он в итоге выкупился. Выкупился, прилетел, и Рор все-таки провязал. А МСФ, конечно, очень грамотно у него хоста лежал в батле, и поэтому он убежал, по сути, очень-очень быстро. Ну, в итоге тут команда Катнаран все равно забирает Тауэр. И продолжает потихонечку неплохо себя чувствовать, на самом деле, на карте, потому что уже какой-то уж желез начинает уже там фармить. Понятно. Нужно сейчас команду Ки-1 отрезать от фарма. Ну, на самом деле, сейчас может появиться БК-бой УСФ, и все поменяется абсолютно. Ну, как бы там ни поменялось, что если очень хорошо зайдет ульта Джиггердауэлта, то Сэр тоже может отвалиться очень быстро. Развалиться может, Сэр неплохо, согласен. Да, Лишарк там все собирает и ульчики. В принципе, правильное, грамотное решение. Модная куртка за 550 есть у Леона. Гузок давно уже шмота не видел. Там у него появились какие-то Некра, но это все, что у него было за последние годы. Да, Некробук первый. Девять, наверное. Вот Берсерк сейчас, ну не знаю, он что будет фармить в Монту или Сашьяш. Я бы Сашьяш и взял сейчас, наверное. Ну, да, не, ну как бы с молом Сашьяш, потому что, мол, не очень классно получается. И сейчас будут, наверное, сносить, не будут сносить вышку. Солковать, наверное. Не, все-таки решили снести вышку. БКБ летит, походу, уши до Финда. Да, да, это, на самом деле, очень может поменять драку сильно. Ой, на котла тут залетел Пежо и котл здесь, скорее всего, умрет. Котл, да, не успею, это вообще ничего дать. В итоге его просто тупо забирают за то, что пытался контрвардить. Он, конечно, контрвардил, но... Дороговато получилось. Да, ВСФ БКБ, если сейчас не прокликает его команда кат-н-ран и начнет драться, то это будет огромная ошибка для них. То, что СФ сейчас уже ничего не боится. Ну да, СФ получается довольно толстый молодой человек. Да, по нетворцу он довольно впереди. Да, в топе. Но лишь рак, Джиггернаут и Бист на втором, третьем и четвертом месте, соответственно. Так, очень вовремя. Лайт, Станчик, нужно сделать. Зервор, не вора нету, Лайт здесь очень быстро умирает. Тем временем заходит туда Джиггернаут, крутилки, просто нереально урона он получает. Нужно отходить. Агузок дерется. СФ в итоге что там? А, в СФ раздулся, очень больно. Агузок умирает, не успел прокастовать рор. Тем временем, что Ваннилиниум тоже сейчас, скорее всего, умрет, но успеет забрать гирокоптера. Просто до конца дерется этот СФ, но тут уже Джиггернаут начинает палец, сдает в него. Леон вот так вот за всю роль. И здесь, конечно, СФ умирает. В итоге размен 2 в 2 получился, потому что... А, нет, еще БАМ сейчас умрет. Смотри, там Некронодики, боже. Да, Некронодики добили. Бедного, бедного Абаддона. Ну тут получился плюс драка 3 в 3. Но все равно получилось плюс для Ки-1. Да, вот... Байбэк еще сделал Леон. Ну вот если бы без байбэка, то, конечно, было бы ровно, но Леон очень быстро сдох, очень агрессивно опять зашел, один на всех и... И разбили его. Да, очень ему плотно наваляли там. Да, Саша Яша сейчас подлетит, уже Берсерку будет. Он себя более-менее нормально чувствует в тимфате, потому что зашел он сейчас в крутилку, и его там сурки начали просто дамажить. Ну да, просто закидали его сурки, зажали. Могли это на самом деле попробовать доблочить. Шунилиниума теперь 7 зарядов, потерял он сейчас то, что получил, по сути, совсем недавно. Да, Лешак тоже очень быстро на Сабвиздулся, мало он дамаги на него смог нанести больше. И опять идут на Рошана. Ну вот, постоянно на Рошана пытаются заходить команду Катонран, но это правильно, как бы сейчас-то получается. СССР будет не в полную силу, потому что не на стаканы души. Да, он сейчас, конечно, подфармить немножечко, но да, все равно 20 души это пока ничто. О, ну да, ну как раз тут и СФ, и Пауэр Кайло вкинуть, и у него уже душ побольше. Но с другой стороны, Рошана отпускать тоже неприятно, и все-таки его отпустят. Да, Рошана отпустят, потому что он уже умирает, Сырт, надо Аига сьюзать. Отлично, как залетает сейчас кулдаун, быстро опять умирает очень Леонт. Агутск успел привязать Рор, но он тоже сейчас, скорее всего, отлетит. Сырт до сих пор лежит, нужно же хотя бы его взять. Да ладно, сейчас просто подойдет, возьмет СФ. Лол. Ну да, это, конечно, вообще, это какая-то грязь. Просто минус 5 на ровном месте. Или Шрак сейчас. Просто СГ, или Шрак тоже сейчас, скорее всего, отвалится, да это вообще забей. Ну да, сейчас как-то, на самом деле, Рошан боком вышел команде Катан Ран, очень боком. Еще и Сыр отдали, это вообще печаль. Потеряю сейчас еще вышку. Могли грамотно подраться, на самом деле, Катан Ран, даже при том, что Кей-1 заходил на Рошана, и, ну... Я не знаю, что там растерялись. Ну, это, конечно, преимущество по Галде сейчас Кей-1 уже. Да там, мне кажется, и не обвалился. Что-то вытащит сейчас еще больше, потому что еще будет снесенная вышка. Вообще, ни что не провязала команда Катан Ран, просто там, ну... Потрались бесполезнейшим образом. Ну да, просто, на самом деле, Леон Бесмастер просто умерли практически. Ну, там, Бесмастер вроде сдал, но получилось криво. Какая классная опять фиссура от Шейкера. Просто он отрезает, но здесь, в любом случае, скорее всего, Сэф умрет. Вот сейчас хорошо откинул назад Токси, это минус Сэф. Дальше сейчас пойдет команда Катан Ран, нужно пытаться догонять этих саппортов, но они отсюда уйдут, потому что есть... Ой, Пиджоу, да ладно, господи, у него так мало хп, и так мало мана, и Пиджоу сейчас просто с Блэдфюрой начнут немножко раскручивать. Там фиссура сейчас не грамотно ставится, и Пиджоу здесь, скорее всего, приплывет. Крит еще прокает, и сейчас еще... Нет, если все-таки не приплыл... Ну, непонятно, на какой черт они пошли на Т3, вот это вот вопрос, конечно. Да, но видно было, что команда Катан Ран-то вся на месте, ничто она не провязала в прошлом тимфайте, и... Сейчас будет возвращать преимущество назад. Короче, хоть у нас качели получается, и причем качели не потому, что там команда на крутой камбэк делает, а потому что кто-то очень сильно тупит. Не самый лучший, на самом деле, выбор. Ну, здесь вот, на самом деле, команда Катан Ран может попробовать потихонечку размять тир третью вышечку, потому что нету глифа. ССФ появится через 10 секунд. Гирокоптеру надо лететь. А гирокоптеру почти БКБ готово, кстати. Надо ему лететь, закидывать кулдаун. Ну, вот сейчас вот нужно отходить, вот сейчас нужно команде Катан Ран ходить, закидывается туда кулдаун, ну и все, собственно, да, правильно. И БКБ готово, гирокоптеру можно покупать. И смокирует команда Катан Ран, можно попробовать на отходе взять. Нет, решила не брать. А зачем ты туда смут взять? Ну, просто думали убежать, наверное. На характере? Ну да, просто на характере убежать. ССФ, кстати, сыр привязал в итоге, когда он там сдох. То есть получил и, по сути, использовал в никуда его. Ну, пожил просто подольше. Гузок этого... Урсевич их фармит, просто там, закинул топоры, урса такой подошел, думает, блин, что за хрень была? И в итоге вернулся себе на спаунт. Забавно. Берсерк есть 2400 сверху. Что есть у команды Ки-1? Ну, БКБ, БКБ. Два БКБ есть. Да. А у ИСФ начинает уже потихоньку выходить с Кааде. У него есть уже ультимейт уорп. А потом, кстати, есть металлика, это очень круто. Ну да, тут как бы... Не, ну есть, как бы, определенный потенциал. Нет, в принципе, потенциал есть у этой другой команды. Если они будут начать потихонечку подтупливать, а смотреть, что делает команда Канар. Она пошла на помиду. Ну, как бы, разводит на ТП-шки, и сейчас, естественно, все прилетят. Да, но она-то стоит, они сейчас тир-3 попробуют нести. Тем временем Шекер может залететь с Эхослэмом, потому что есть у него... Ой, Сэфермен. Очень грамотно, и Берсерк уходит, надо ему уходить. Надо влетать, Шторму, ну. Не, Шторм не улетит, надо Шейкеру пытаться влететь, отличную станцию двоим. Теперь Шторму надо прилетать. Ну там, кстати, смог, вообще грамота сейчас, вот сейчас грамота смог в Суизале. И что Шторм как-то на самом деле, непонятно, чё и как. Ну мигает команда К1, что там команда Катонран, хотя выходит. Шторма сейчас залетит, может сдохнуть. Не, ну сейчас-то естественно, в том моменте можно было, когда зацепили фиссуры двоих, надо было делать всё. Слушай, два рейнджовых керри, как бы, они могут закидывать через фиссуру спокойно. Непонятно, непонятно. Полетело, сейчас увидит Шторма, да, видит Шторма. Сейчас будут пытаться его забрать. Его заберут. Он не видит Шторм ничего и, да, получает он Хекс, стан, щит. Ой, очень грамотно Рор сейчас провязали на Абаддон, Абаддон сделать не успел. Будет у него сейчас ультимейт, но Абаддон здесь тоже, скорее всего, умрёт. Потому что, ну реально, побежать ему некуда, отлично его подволчил ещё Джиггернаут. Ну, витра его поднимает и... Боже, что-то здесь происходит, просто он... Столько пролетал, наверное, во всех станах и всяких-то этих вот магиях, что просто жесть. Блин, ну опять же, глупо, получается глупо. А вот так вот сейчас... Ну там Backdoor Protection, ребят, работает. Вы чё, ну куда пошли-то? Может идти СФ разлетоваться, попробовать? Отличный, хастан по троим, СФ сейчас разлетоваться, туда ещё кулдаун залетает. Ну что сейчас делает команда Катанрана, ничего не понятно. И Берсерк дерётся, зачем-то до конца дерётся. Да, в крутилке, но тебя убивает СФ, потому что ещё и под МОМом. Что за хрень сейчас была опять? То есть, если это какой-то вообще бред. Смотри, сейчас ещё швынилиниум, скорее всего, умрят. Хотя нет, есть у него ветра, буквально через несколько секунд появится. И успеет он, наверное, продолжить ракета. Ракета будет быстрее идёт, ракета будет быстрее. Но его забили на него. Все-таки успел. Прям тютелька в тютельку. Ну, блин. Вот такие мувы... Не понятно, какие-то размены, какие-то отдачи даже. Это не размены, это отдачи. Ну, это сейчас было грамотно... Это просто была тупо отдача, реально. Потому что бела команда Катран под фортифекшеном. Бараки. Не видела она команду Ки-1. Ну, блин, тут грех не зайти и просто в салат разультиться. В то время, что ж выделили, он сейчас, скорее всего, умрёт. Ну, да, все-таки нашли, но... А, смотри, он может успеть сделать телепорт и... Да ладно, вот так вот. Не мизинцем деланы, парень. Ну, и с этим временем уже себе потихоньку ещё разгоняется. Купи сейчас себе второй ультимейт-орб. Там, кстати, Владимир появился... Ну, не появился. У бестмастера должен скоро быть. Потому что он начинает его себе собирать. Очень грамотный артефакт. Очень сейчас кстати будет. Ну, вот Шекер врывается хорошо. Команда Ки-1 выиграет файт. Ну, так-то да. Вот сейчас Скади появится у СФ, а это вот реально уже опасно. Да, скажем так. И Гира вроде тоже потихоньку обороты набирает. Ну, а да, Гира 4-й по Нетворцу. Обгоняет его, в принципе, СФ, Лишрак и... Джиггернаут. Ну, вот Штор, понятное дело, не имеет ничего. Ну, то есть он реально на шестом месте по Нетворцу. Это очень неприятно для него. Это точно. Мне кажется, как по мне, что персонаж не реализован. Ну, пока нет. Но Гирокоптер всё равно. Это персонаж, который может... ...накидать даже без шмота. Потому что до могилы он закидывает тоже. Надо было брать Вивер. Ну, не знаю тут насчет Вивера, как бы. Ну, Вивер очень мобильный. И вкупе в дабле с Абадоном он бы нормально шороху наводил. Даже если бы против него стоит агрессивная трепла. То есть он мог бы там под щитом бегать. В любом случае, как-то прокарашивал чуть-чуть. А Шторм? Ну, Шторм, по сути, умирал. Сейва никакого нету. Его тупо убивали. Ну, вот всё. Сейчас будет у СФа Скади готово. У СФ сейчас будет тяжело убить, но... Сейчас будет очень тяжело убить. Урона у него не так много. Да, достаточно. У него сейчас и урона будет неплохо. Вашер появился у Джаггернаута. Ну, Джаггер, конечно, на самом деле довольно тоже плотный молодой человек. Ну, да, у него криты по 380 вылетают. Это неплохо так. У него брони, конечно, очень много. 13 плюс 3. Там ещё сейчас с Владимиром, если подойдёт бестмастер, там ещё будет больше. Да, кстати, Владимир всё уже притарил. Что, на Рошана пойдут? Да, гон Рошана. Уже четвёртый будет на 30 минуте. Вот, вообще будет грязь. Даже китайцы такого не делали. Ох, ну немножко затихла игра. Дали нам передохнуть обе команды. Ну да, от фида. От фида до своего. Но БКБ у СФ уже 7 секунд. Ну всё равно, как бы, каждое нажатие БКБ очень жёсткое. Переворачивало игру. Да, понимаешь, что команда К1 сюда идёт. К которой нужно отходить. Да, очень грамотно. Вот сейчас грамотно сделали. Вот отошли. Тем временем здесь, наверху, а гузок стоит. Заходят Лайц просто опять. А, очень классный Глимеркеп. У него сейчас юзается. Ставится в арт. Лайц уходят отсюда. И Джаггернаут залетает. Очень неплохо залетает. Здесь очень быстро рассыпается просто гирокоптер. Тем временем разлетелся в уху. Очень неприятно. Лайц здесь должен умирать. Он успел спустить фингер. Но его подняли сейчас ветра этого шторма. Очень некруто сейчас играл команда Катан Ран. Швыни Линюм. Дерётся до конца с Пи Джоу. Но здесь у Пи Джоу не так много ман остаётся. Тем временем. Шекер залетает. Это неплохой хаслэм. Здесь прилетает гирокоптер с байбэк. И кизает киллдан. Но и здесь развалится команда К1. А гузок, конечно, умирает. Но здесь сейчас их догонят просто. Берсерк. Очень и очень больно сейчас дамажит. Швыни Линюм. В итоге кидает себе ветра. Берсерк, нужно драться до конца. Но здесь он, скорее всего, умрёт. Швыни Линюм. Да ладно. Что происходит? Швыни Линюм. И это просто 6. Что тут творится, блин? Размен, походу, был 6 в 4. Если я не ошибаюсь. Да, так и есть. Получается, что у нас байбэкнулся гирокоптер. Потерял он сейчас кучу голды. Голды, просто тучу. Он потерял голды. Конечно, он вроде неплохо тут подрался в итоге, в конце. Но Швыни Линюм в итоге убил всех остальных. Какие-то вообще неадекватные разведы постоянные. Это вообще что? Это... Мама, дай полотенце называется. Примерно так, мне кажется, сейчас сидят ребята. Потому что реально такая сейчас жизнь тут происходит. Это... Похлеще, чем, блин, на ESL сейчас было. Ну да, какие-то, блин, драки очень жесткие вообще. Фу. В общем, в итоге, что получилось? Единственная проблема... Проблема была, мне кажется, в тимфайте откатный ран. Это то, что фингер спустили в... Этого... В шторма, который тут... На которого только что завязал с унилиниум ветра. Вот как-то не прошел фингер вообще. Так, бамы подцепили. Ну, здесь надо пытаться цеплять ССФа как раз. Здесь Пиджоу залетает. Лаз здесь, скорее всего, умрет. Гриммер Кепу смеет на себя поюзать. Да, отлично, очень вовремя. Теремень дерется там до конца огузок. Здесь пытаются шторма разбить. Ну, здесь уже, по-моему, команда, в которой нужно уходить. Хотя приходит Джиггернаут. Джиггернаут сейчас нужно распрыгиваться. Нет у Пиджоу вообще маны. Юзается у нас кулдаун. Очень плохо распрыгивается Джиггернаут. Просто начинает всем лица разбивать. Башни прокает. Джиггернаут. Джиггернаут пытался бежать до конца. Тем временем Джиггернаут. Неплохо, что не линиум в итоге убивает этого гирокоптера. И Берсерк идет до конца. А Пиджоу нету маны, чтобы спастись. Бам умирает. Динается в итоге Шторм Спирит. И Шейкер здесь, скорее всего, тоже умрет. Там высасывает ману просто на кропалях сейчас. Ой, да ладно. Лайтс, боже. Ну, тут, конечно, минус пять делает команда. Сейчас Катнеран. Ну, да. Что здесь происходит? Бог ты мой. Умирает у нас в итоге только Агузек. Ну, здесь точно размин сейчас в пользу Катнеран. Это бесспорно. Еще сейчас они, господи, Джиггернаута Рошана заберут. Ну, да. Ну, тут на самом деле уже все печально для команды К1. Ну, нет. Понятное дело, что все еще возможно. Нет, понятно, что. Но здесь проблема в том, что уже действительно здесь уже шванилиниум перефармливают СФа. И это не очень приятно. Ну, сейчас-то хоть сыр возьмите только, ребят. Спасибо. Очень много стаков на Блдстоуне. У Лешего. Да, 18 это... Ресница... Даже если Леший умрет, он реснится сразу. И нужно купить ему, может быть, сейчас телепрессионные боты, были бы очень кстати. То есть умираешь и возвращаешься обратно в файт очень быстренько. Тем более, там есть птички, кабаны. На самом деле, можно там некрододики есть. То есть прилететь есть на что. Здесь даже не обязательно грейдить эти ботинки. Но он себе, походу, будет собирать сейчас Хекс. Что-то у меня такое ощущение. Или Шиво. В принципе, нужны и то, и другое. Потому что Шиво реально не даст команде Кей-1 разбежаться по всей карте. Но и Хекс был очень кстати. Вот БКБ, на самом деле, у СФа 5 секунд уже. То есть БКБ ранее это хорошо, конечно. Но вот смотри, там даже у Герокоптера уже 7. Ну да, как бы БКБ, естественно, начинает, так сказать, терять пик своей силы. Да, Берсерк 3 700 на руках. Ну, будет, наверное, обузал покупать сразу. Но только не сейчас, брат. Наформи байбэк и потом будем покупать. Да, байбэк нужен определенно. Не хочет команда, походу, Каттаран пойти в очередной ганг. Ну, в СКАДе, кстати, будет подседжайгер. Вот так вот, Акторинкор купил себе сейчас. Лишрак. Ну, вот это, конечно, круто. И убить его будет еще сложнее теперь. Так, на СФа вылазка пошла. СФ понимает, походу, что за ним идут. Но сейчас его могут... Нет, не понимает ни хрена, он на самом деле... Из-за этого БКБ, здесь взлетает на него Джиггернаут, начинает его разваливать. Тем временем залетает у нас Нарлайд с другой стороны команда Ки-1. И Швенеллилиум заходит. Начинает просто раздамаживаться. Можно юзать Акторинкор уже сейчас, потому что начинает его потихонечку дамаживать. Хотя есть у него еще Аегис. Пиджоу нету маны. Эхослам юзается по двоим, по саппортам команды, по сути, Катандра. Но тем временем тут у нас Швенеллиния умедет до конца. Пиджоу здесь умирает. И Берсерк дерется с Гирокоптером 1 на 1. Швенеллинию подходит. Тоже сейчас его будет добивать. Шекер тем временем умирает от Агуско и Токсида. Но это уже ГГ. На самом деле. Это уже ГГ. Ну вот СФ очень сейчас играл неграмотно. Да. Он отдался очень быстро. Да. Но тут, знаешь, где даже не знаю, сыграла грамотно... Не сыграл грамотно и СФ, и не сыграла грамотно его команда. Они поймали одного Леона вчетвером. Хотя могли попробовать... Да, скинуть все в этот тимфайт, когда Конраны залетали на СФ. В принципе, можно попробовать там фиссуру, хотя бы дать на дальнем расстоянии там не залетать с Ахаслэм, а сразу дать фиссуру. И ГГ пишет. Смешно знает, как надо. 1-1 у нас в итоге в этом противостоянии БО-3. Очень и очень здорово, что будет третья карта на самом деле. Я вот рад, что в итоге у нас команда, да, выровнялась. Выровнялись, и получается, что в данном противостоянии у нас пока что 1-1, и непонятно, кто в итоге будет играть в сетке венеров, а кто будет играть в сетке лозеров. Лозеров. Продолжаем смотреть, ждем третью игру. Да, ставлю я уже, лобби создал, в принципе, можно заходить, ставлю я, что счет у нас 1-1. Фух, ну что ж, дорогие друзья, уйдем на небольшую музыкальную паузу, да, и вернемся совсем скоро на третью игру противостояния Киа-1 против Катан-Ран. Вольтмаркет. Любые компьютерные комплектующие, видеокарты, жесткие диски, материнские платы и процессоры, а также ноутбуки, планшеты, игровые серии мышей и клавиатур от известных брендов и многое другое вы можете купить в интернет-магазине и в компьютерном супермаркете Вольтмаркет. Универмаг-маяк, нулевой этаж. Звонить 42-11-50 Смотреть на вольтонлайн.ру Вольтмаркет. Субтитры сделал DimaTorzok